ДИСКЛЕЙМЕР Дети войны. Что это за категория населения? Кто в нее входит? Какими льготами пользуются дети войны? Что делают органы федеральной и региональной власти для улучшения материального положения этой категории населения? Для ответов на эти вопросы мы пригласили в студию Наталью Лунь, заместителя директора департамента труда и социального развития администрации края. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Дмитрий. Смотрите, сейчас представители некоторых политических движений на территории Приморского края выдают пожилым людям некие удостоверения. Дети войны. При этом они обещают, что владельцы удостоверений будут получать разнообразные льготы. Подобные, кстати, явления наблюдаются не только в Приморском крае, но вот в частности в Краснодарском крае, в городе Сочи происходит то же самое. И, кстати, в Сочи, на мой взгляд, вот эту практику очень точно назвали, процитирую, пирамидой оболванивания пожилых людей социальным аферизмом и мошенничеством. Цитирую до слова. Имеют ли эти удостоверения, которые сейчас раздаются пожилым людям, некую юридическую силу? Вот скажите мне. Дмитрий, очень хороший вопрос, потому что надо нам расставить точки над «и». Общественные организации могут выдавать любые удостоверения, которые могут о чем говорить? О том, что этот человек входит в эту организацию. Но никакие удостоверения не дают права ни на какие меры социальной поддержки, льготы, может быть, то, что обещает кто-то, пока оно не будет выдано в соответствии с законодательством. Все удостоверения, соответствующие каким-либо статусом льготным, у нас прописаны в федеральном и краевом законодательстве. Все. Я правильно понимаю, что ни на какие социальные льготы эти люди рассчитывать не могут? Вот в данный момент времени, невзирая на все те доводы, которые сейчас им преподносят? Вы говорите абсолютно правильно. Никакие меры социальной поддержки не гарантируются данными удостоверениями. То есть я утрирую, но тем не менее, по сути это лишь бумага, ламинированная бумага или бумага в твердом переплете. Ничего она владельцам не гарантирует. Правильно. Абсолютно. Хорошо. У меня еще один вопрос тогда. От частного к общему. Точнее, наоборот. От частного к общему. Что это за категория населения от Дети войны? Кто в нее входит? Какими признаками обладает эта категория населения? Ну и в конце концов, какими льготами пользуются? Общественные организации, которые проводят перерегистрацию пожилых граждан, они считают, что все граждане, которые родились в определенный период, могут иметь право называться детьми войны. Причем, может быть вы анализировали, в различных субъектах подход немножко он и разный до сих пор. Потому что кто-то считает, что с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, кто-то говорит, что с 22 июня 1945 года и по 3 сентября 1945 года, кто-то берет весь 1945 год, включительно по 31 декабря. То есть подход в субъектах и в общественных организациях различный. Ну, вот как посчитали, считают, так вот и относят людей. И вот все граждан, которые родились в этот период, и вот называют дети войны. У нас в Приморском крае есть статистические данные? Сколько таких людей? Вот по оперативным данным, вот в этот период граждан, которые проживают в Приморском крае, около 170 тысяч. Около 170 тысяч. Но мы понимаем, что все законодательство федеральное, оно говорит о том, что если у человека есть уже какой-то другой статус, он может получать меры социальной поддержки только по одному статусу. То есть если в 170 тысяч входят граждане-инвалиды, участники войны, ветераны труда, и они уже получают меры социальной поддержки, у них все равно будет право только получать меры, если примут, да, по одной выплате, понимаете? Здесь это требование федерального законодательства, и оно однозначно. Из этих 170 тысяч людей, которые родились вот в этом вот фиксированном промежутке, какое количество людей не получает меры социальной поддержки вообще? Ну вот около 140 тысяч, более 140 тысяч получают меры социальной поддержки, а около 30 тысяч вот на этот момент еще могут не получать. Я правильно понимаю, что вообще тема, сама тема «Дети войны», она муссируется не первый год? Да, вы правы. Причем она возникает, потом как-то немножко утихает, потом опять возникает. Причем, насколько я понимаю, вот этот всплеск активности и интереса к этой теме связан лишь с одним событием. Это моя версия, но я готов ее отстаивать. Интерес, этот всплеск, интереса к теме «Дети войны» связан только с выборами. Вот у меня вопрос. Скажите, на каком этапе сейчас находится решение проблемы «Детей войны»? Сейчас предпринимаются какие-то попытки со стороны администрации Приморского края, со стороны исполнительной власти для того, чтобы все-таки эту категорию населения наделить какими-то льготами. Конечно, так как все равно вопрос этот волнует многих людей пожилого возраста. И, скорее всего, назрел какое-то такое время, оно поступательно идет, что необходимо принимать какие-то решения. И, конечно, это решение должно быть принято на федеральном уровне. Потому что даже то, что я говорила, и вы сами знаете, различные организации выдают различные какие-то удостоверения. Время, по которому относят период разный у всех. То есть однозначно, что эти люди, они трудились в годы войны, работали. Они трудились на всей территории страны. И должен быть, конечно, федеральный статус установлен в этой категории. И удостоверение должно быть единое. И меры социальной поддержки тоже должны быть единые. Поэтому администрация края, губернатор края всегда поддерживает инициативы, которые предлагают внести изменения в федеральное законодательство, чтобы установить именно на федеральном уровне, первое, официальный статус категории данной, установить официально меры социальной поддержки, которые предполагает данный закон. А если есть закон, значит, он должен быть обеспечен деньгами. Соответственно, чтобы и были в бюджете предусмотрены средства на эти цели. И у нас вот, я знаю, насколько знаю, губернаторам буквально недавно подписано письмо о том, что администрация края полностью поддерживает закон, который внесен в Государственную Думу именно по данной категории. Он так и называется, по-моему, о детях войны. Проект закона. То есть в данном случае исполнительная власть и губернатор Приморского края, в Рио губернатор Приморского края является таким лоббистом детей войны? Конечно, конечно. Я надеюсь, что закон будет принят в ближайшее время, потому что действительно многие и депутаты Государственной Думы, многие главы регионов, представители многих политических партий за этот закон. У меня вопрос. Когда этот закон будет принят, это первая часть, и вообще какие меры социальной поддержки детям войны там предусмотрены? В данном проекте, который был подписан, который был направлен, письмо с поддержкой которого было направлено, в нем предусматривается, что для всех детей войны ежемесячная денежная выплата в размере тысячи рублей, которая предоставляется за счет средств федерального бюджета, то есть она одинаковая на всей территории страны, и обеспечивается, соответственно, федеральными деньгами. И эта выплата предполагается выплачиваться именно пенсионным фондом, потому что это структура, которая может выплачивать на все территории страны. Кроме того, за счет субъекта предполагаются меры социальной поддержки по проезду, меры социальной поддержки по внеочередному обеспечению дома-интернаты, ну и еще ряд мер таких более мелких. Основное – ежемесячная денежная выплата, которая за счет федерального бюджета. Когда планируется принятие этого закона? Это зависит от решения Государственной Думы, от их графика и так далее. Еще один вопрос. Понимаете, вот психология пожилых жителей, большинство из них, они очень доверчивы. И если им говорят, вот вам удостоверение, и вы сразу же, буквально там после выборов, чуть ли не на следующий день можете идти, и по этому удостоверению получать какие-то деньги или какие-то льготы, они же доверяют этим людям. Вот на мой взгляд, здесь идет такое, знаете, манипулирование. Манипулирование пожилыми жителями. Граждане, кто помнит, когда у нас был переход на 2005 году, замена льгот, вот тогда называли как монетизация. Помните? И вот в ту пору многие общества тоже делали свои списки, и вели там список на автомобили, на жилье, еще там на что-то, на очереди, на телефоны. И когда произошло изменение законодательства, и надо было подавать эту информацию в Минтруд, в Минздрав тогда, и люди, понимаете, вместо того, чтобы прийти в органы исполнителя власти, они уже были уверены, что раз они отдали свой голос и где-то он зарегистрировал в каком-то обществе, то ему уже никуда не надо приходить о себе заявлять. И тогда это вот сыграло такую, скажем, злую шутку, потому что те списки, которые собирались всеми общественными организациями, они в результате, они важны, может быть, для каких-то целей, но для того, чтобы получать меры социальной поддержки, они не имеют никакой роли. И необходимо гражданам, и даже сейчас у нас приходят иногда люди, которые забыли, может быть, что у него какая-то грамота там есть, тот же победитель социального соревнования, который сейчас дает право на меры социальной поддержки. И, может быть, вместо того, чтобы... Ну, конечно, это их право, можно зарегистрироваться в любом обществе, но все-таки лучше, если с этими документами они будут приходить в наши отделы Департамента труда и социального развития, показывать их, и, может быть, это право появится у них и сейчас. Условно говоря, мы можем призвать наших зрителей, особенно преклонного возраста, чтобы они не шли в общественные организации, а шли в отделение соцзащиты. За мерами социальной поддержки, да, к нам. Угу. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях была Наталья Лун, заместитель директора Департамента труда и социального развития администрации края. Моя личная позиция по этому поводу. Вообще, дети войны должны пользоваться максимальной поддержкой. Но, на мой взгляд, должен быть принят единый федеральный закон для этой категории населения. И, самое главное, должны быть четко обозначены источники финансирования этих льгот, потому что я помню ситуацию 10-ти летней давности, когда во Владивостоке пожилых жителей буквально выбрасывали из автобусов, потому что просто-напросто для этой категории населения не были определены источники финансирования льгот, многочисленных льгот, которые были. Так вот, я не хочу повторения этой ситуации, я категорически против этого. Я и против того, чтобы сейчас политики пользовались доверчивостью этой категории населения. На мой взгляд, это просто-напросто подло. Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Наш телефон 255-2012 и 226-63-35. Наш сайт новиков-сталкер.ру. Увидимся на следующей неделе. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова